Здесь не закончено движение. То ли раздавит и все, кончится. Для того, чтобы решить, каким должен быть памятник, рязанцам жертвам политических репрессий 4 года назад провели конкурс. Участие в нем приняли скульпторы из Рязани, Москвы и других городов. Варианты предлагались разные, в том числе изображающие пострадавших. Но выиграла скульптура Полина Горбуновой, потому что эта аллегория как нельзя лучше передает образ. Кроме того, нужно было учесть, что этот вариант для городской улицы, а не для мемориального комплекса. Вообще это благородный материал бронзы, теплый. И в нем можно передать и все фактуры, пера, тепла какого-то и железа. Вокруг памятника по задумке появится парк. Сама скульптура будет небольшой, порядка двух с половиной метров вместе с гранитным постаментом. О тех, кому он посвящен, есть книга. Старший помощник прокурора области Роман Козлов рассказывает, имена жертв политических репрессий собирали по архивам, работали с уголовными делами. В книгу вошли фотографии и документы. Приговора 30-40-х годов выглядели следующим образом. Были очень лаконичными, буквально на одну страничку. При этом необходимо отметить, что данным приговором женщина была осуждена к 10 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в исправительных лагерях. Немаловажная деталь, что приговор являлся окончательным и обжалованию не подлежал. Пока памятник жертвам политических репрессий существует только в виде макета. Но по словам скульпторов Полины и Василия Горбуновых, очень часто монументальные работы ждут своего часа по несколько лет. Так было с памятником Василию Маргелову и грибами, которые сейчас установлены у филармонии. Этот проект, он интересен, как нам кажется, будет не только нам, а вообще всем жителям города. Поскольку таких памятников нет, это такой подход нестандартный к этой теме и аллегорический. И я думаю, что он украсит наш город. Сбор средств на создание памятника уже стартовал. Общественники надеются, что успеют собрать всю сумму к 2019 году. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».